Приветствую вас, в общем и целом я наверное больше соглашусь с экспертом Лидии, она достаточно четко определила вам вашу проблему, но я бы хотел ответить на ваш вопрос, то есть вопрос, который вы задаете, например, почему вы перестаете доверять даже самым близким людям, вот эта позиция, она связана с тем, вот эта вот проблема, это тенденция, она связана с тем, что вы подразделяете, вообще-то говоря, людей на я и они. То есть вы говорите, есть я, есть те, кто мне дорог, а это, соответственно, да, какие-то критерии, а есть они. И вы уже даже в определении тех, кто вам дорог, говорите, что это те, кому вы не причините зла до тех пор, пока они вам не сделают чего-то плохого. Ну, как бы возникает вопрос, а почему они вообще должны вам что-то делать плохого? Откуда у вас такая вот позиция, откуда у вас ожидание вот чего-то негативного, да, в свой ад? Почему вы ждете, что вам сделают что-то плохое? Почему вы думаете, что вам, ну, как бы, вас обязательно обидят, вас обязательно как-то там ущемят и так далее? С чем связана вот эта ваша позиция? Скорее всего, с чем-то с каким-то происшествием либо в подростковом возрасте, либо в детстве. Может быть, я думаю, что, может быть, это детско-родительские отношения так у вас складывались. Вот нужно проанализировать ваши детско-родительские отношения, потому что, ну, очень может быть, что там лежит корень всех проблем ваших. Далее. Определенно имеются какие-то комплексы, определенно имеются страхи. Подозрение – это всегда сомнение в себе. То есть, когда вы говорите, что вы решаете наверять людям, то это всегда на людей, как это ни странно, но именно на людей вы переносите свои собственные сомнения. Значит, вот эти вот ваши собственные сомнения, как-то и нужно определить. Ваши собственные сомнения, как раз таки и нужно выявить. Чтобы, ну, как бы, в идеале, чтобы лучше понять их природу, в идеале, чтобы от них избавиться, чтобы лучше принимать часть себя. Ну, а так хотя бы, чтобы просто понимать тот факт, что вы, например, люди, которые вокруг вас, они, в общем-то, не виноваты в том, что у вас есть какие-то сомнения, у вас есть какие-то свои страхи и так далее. И, понимаете, вот по поводу того, что вы во всех словах видите какой-то смысл, да, что вы склонны видеть вот этот вот самый смысл в том, что вам говорят. Каждый человек, каждый человек, он видит тот смысл в словах, который, условно говоря, для этого человека, ну, как бы, более близок. Человек тот смысл в словах видит, который, который сам, который вы сам, таки, 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 понимаете. И, соответственно, если вы хотите понять, почему у вас такая вот ситуация, почему вы так себя чувствуете, то я думаю, что для вас правильным будет, в первую очередь, как бы, выявить природу ваших собственных сомнений в себе, может быть, страхов, каких-то неуверенностей и так далее. Знаете, кто, кто может доверять людям? Вот что нужно для доверия? Для доверия нужно самоверенность в себе, для доверия нужно понимать, что вы ничего не боитесь, для доверия нужно понимать людей, понимать беседу их поведения и так далее. Если у вас вот этого вот ничего нет, если вы сами не можете сказать, что у вас есть подобное, если вы чувствуете себя в той или иной степени зависимым от других людей, а поскольку вы говорите о том, что у вас, ну, слежается круг тех, кому вы можете доверять, значит, потребности и требования растут, и растут потребности и требования, потому что укрепляются в своих позициях ваши сомнения в себе, как раз, как раз таки. Это значит, что сами вы с ними не справляетесь, к сожалению. А это, в свою очередь, означает возможный крах ваших отношений с людьми. Поэтому, чтобы помочь вам, нужно детально разбирать, как бы, все, что с вами происходило, делать анализ всех значимых и незначимых событий, которые с вами скучались, которые с вами происходили, для того, чтобы, ну, более четко отдавать себе отчет в том, где кроются ваши проблемы и проблемы. А тот факт, что вы полностью себя контролируете, кстати говоря, это тоже может быть проблемой, потому что контроль, ну, полный контроль, стремление к контролю, это ведь тоже защитная реакция, по сути. То есть, кто стремится к контролю? Тот, кто боится этот контроль потерять. А почему человек боится потерять контроль? Потому что когда-то он его уже потерял, и, видимо, что-то произошло плохое, а вот что именно, ну, условно говоря, выяснено не было. То есть, не была до конца проработана вот эта вот травма, этот негативный эффект, негативные последствия потери контроля. Из-за этого у вас образовались ошибочные понятия относительно того, что правильно, а что нет. Вот переоценивать ваши взгляды на взаимодействие с людьми, на взаимоотношение с людьми, и нужно в обязательном порядке начинать делать. И тогда есть все шансы для того, чтобы вы не остались в итоге один. А именно к этому сейчас все и идет. Вы остаетесь один, постепенно вы всех подозреваете, да, и, соответственно, в итоге вы можете просто оказаться никому не нужны. Из-за того, что, во-первых, хотите казаться независимым, и, во-вторых, из-за того, что хотите все контролировать. Вот, собственно, встать можно ответить вам на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Ну, кстати говоря, если вы говорите, что у вас нету страха, то это точно не совсем нормально. Страх – это естественное чувство, это инстинкт самосохранения, и страх есть всегда и у всех. Просто храбрые люди, они умеют с страхом бороться, но страх – это необходимое живо для человека. То, что у вас этого страха нет, говорит о возможных проблемах. Либо вы его подавили, посчитали, что он бесполезно лишний, либо у вас действительно наблюдается психическое отстройство, и тогда вам нужно действительно обращаться к врачу. На этом еще раз повторю все. Давайте не будем делать поспешных выводов. Давайте сперва все-таки попробуем работать с вами. Попробуем все-таки выявить проблему на психологическом уровне. И вы можете взять это со мной, с экспертом Лидии, с ПИГИ, с кем угодно на нашем ресурсе. И если эффекта не будет, то тогда уже, думаю, стоит очень обратиться. Совершенно, опять-таки, только с учетом того, чего вы сами для себя хотите. То есть, если хотите проблему решить, да, хорошо, это одно. Если проблему, например, решить вы не хотите, или для вас это просто любопытство, то тогда все несколько по-другому будет выглядеть для вас, ну и для нас тоже. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok